У меня еще есть такое небольшое хобби, я люблю лепить пельмени. И поэтому хочу показать, как я это делаю дома. И плюс того, что, как я это делаю, да, я бы хотела узнать, вы любите вот даже покупать покупные в магазине, которые фабричные пельмени, либо те, которые домашние, пусть даже чуть подороже, но вы знаете, что они сделаны с любовью, вручную и с хороших продуктов. Сегодня я буду делать пельмени куриные. Фарш у меня уже перекручен. Добавка к фаршу, это лучок, перчик болгарский, прям чуть-чуть всего у меня, и морковочки чуть-чуть. И на тесте я буду делать вот на таком цветном, я сделаю его с морковным соком. Ну что, поехали. Что я делаю в первую очередь? В первую очередь я соединяю фарш и заправляю его специями. Соединяю фарш с добавочкой из овощей, чтобы куриный фарш не был таким сухим. Поэтому добавляется и лучок, и все это пассированное, не сырое. Потому что если добавлять сырой лук, он дает не очень приятный запах. Ну запах и привкус такой, особенно когда перекрученный лук в фарш идет. Все замешиваем, добавляем специи. У меня уже все полежало в холодильнике для того, чтобы больше тесто отдохнуло. Фарш уже был такой насыщенный. Вот, так что делаем фарш. Так, что касаемо приправки. Что добавляю? Добавляю соль. Все делаю на свой вкус. По вкусу. Все на глаз. Ну, то есть не все на глаз, у меня 500 грамм фарша. Плюс где-то грамм 100 овощей вот пассерованных, да. Немножечко добавляю соково-имбиря. Перец. Смесь перцев. Немножечко добавляю базилик. Я очень люблю вот эти вот специи, все краски. Прям чуть-чуть, маленькую щепоточку. Для аромата такого, скажем. Все. Чтобы ваш фарш был не слишком суховатый, да, вот вы ее замешиваете. Немножечко добавляю водички, ну, очищенной водички. Все. И перемешиваем его, замешиваем так для того, как сказать, замешиваем очень хорошо, чтобы все ингредиенты соединились. И получился такой вот прям почти однородный фаршик, такой мягенький. Особенно, чтобы это все зашло деткам, да. И я могла накладывать начинку не вот так ложкой, а у меня есть кондитерский мешок, поэтому мне надо, чтобы она была такая более мягенькая. Еще чуть-чуть водички добавим. Вот. Все. Так, и фарш, пока мы будем раскатывать тесто, он уже настоится, пропитается специями, и будет просто удивительно вкусным и ароматным. Тесто я присыпала мукой, уже раскидала муку по столу, и здесь в муку я в тесто машу. Мне больше всего нравится, как она работает с тесто. Так, сейчас разрежем и начнем кататься. Вот посмотрите, какого оно красивого такого морковного цвета. Не яркое, не насыщенное, а именно такой красивый желтенький цвет получился. Мне очень нравится, я хочу попробовать еще сделать такое же зеленое, тесто, такое же сделать еще фиолетовое под цветной капустой. Все вот добавочки вот эти вот я делаю только натуральные, никаких химикатов. Все, у меня обычная скалка, как у любой девушки на кухне, наверное. И я методично, под действием своих зеленочек, раскатываю это тесто. Все, тесто я раскатала, оно должно быть не толстое, а тоненькое, вот смотрите. Вот, а теперь у меня есть вот такое формовочное колечко, и я сейчас буду вырезать кружочки. Вот такие вот кружочки у меня получают. Смотрите, чтобы хорошо пельмешки лепились, вот я сделала вот такие кружочки, берем марву, смачиваем ее в водичке, хорошенько отжимаем, и накрываем мы эти кружочки прямо на минутку, тогда они возьмут влагу, и очень хорошо будут слепляться у вас. Вот таким образом я выдавливаю на каждый свой пельмешек начинку, и делаю пельмелье. Так, и все, лепим пельмешки. Все как обычно. Засчитываем, и погнали. Прибираем пальчиком то, что не выходит начинка, делаю обычные. Вот такие вот пельмешки. И вот пельмешечки получились, сейчас буду делать дальше, уже другим способом. В общем, режем тесто вот на такие полоски. Раскатываем и режем вот на такие полосочки. Дальше, что мы делаем? Мы раскладываем начинку. Прямо посередке, отступая друг от друга. Вот таким образом. Раскладываем начиночку. Так, показываю, как леплю. Смотрите, вот способ быстренький. Быстренький способ. Так, сейчас отойдет. Все отойдет, чтобы у нас все завернулось правильно. Таким образом складываем пополам. Накладываем начинку на одну часть, вторую вот так вот складываем. И пальчиками прожимаем все плотненько, чтобы начиночка у нас вся зашла. Вот так вот. И слепляем его. Пролепляем по всем. Формируем пельмешки. Вот такие вот пельмешки пальчиками. Потом вы их прожимаете более плотно. Уже когда можно вырезать уже, их можно прожать еще. Чтобы, дай бог, нигде ничего не разварилось. Не разварилось при варке. Поэтому вот такими движениями все слепляем. Делаем контур наших пельмешек. И вот у меня есть формовочное кольцо, которым можно делать либо ровный край, либо вот такой вот. Очень красивый, кстати, получался. Вырезаем. Вот, смотрите, какие они красивенькие получаются. Очень прикольная форма. Кстати, деткам вообще заходят прям на урок. И потом, когда вы свернули, уже немножечко проходим по краю. Раз, раз, раз. И посмотрите, какой пельмешек красивый получается. Все. И вот таким образом это получается очень быстро. Ну, то есть вам не надо вылетривать каждый пельмешек. Вы на это не тратите время. Вы разложили начинку, тем более, что тесто очень быстро заветривается. И если вы делаете пельмей, ну, медленно, не очень быстро, да, скажем так, то тесто заветрится и начнет трескаться. Ну, и будет не очень. И вам будет сложно работать с этим тестом. Ну, и будет как бы не цемильфо, скажем так. Чуть-чуть прилипла, нет? Вот, поэтому вот этот способ даст вам момент такой, что ваше тесто не будет заветриваться. И вы сможете быстро, не долго тратя время на это делать очаровательные пельмешки. Так что раз. Вот видите, как это быстро и, ну, то есть не требует такого колоссального времени на то, чтобы их слепить непосредственно, да? Мы раз-раз тут прошли, где у нас отошло быстренько, чтобы это все не развалилось при варке непосредственно, чтобы это все у нас очень хорошо держалось. Чтобы мы могли спокойненько их заморозить, да? Вот, потому что, ну, большую часть, то есть как бы, да, понятно, что вы только сделаете и сразу же их отправите там в кастрюльку для того, чтобы сварить, да, себе там обед или ужин, когда вы будете делать это. Либо вы это заморозите и сможете в любое удобное для вас время, когда у вас не будет готов ужин или обед. Быстренько достать их из морозилочки и сварить. Вот. Так что, вот такое у меня хобби. Обожаю лепить манты, точнее я делаю их в форме бурятских пост, так как мы очень долгое время жили в Бурятии, и там я научилась и делала. Поэтому перейдем сюда не могу. Получилась вот такая вот тарелочка. на их пельмешках. Так что, запах, аромат, сейчас будем обедать. Ну и, в общем-то, вот, говорю, сейчас будем пробовать. Пельмешки. Вот, смотрите, сколько там начинки, плотная начинка, тесто вкуснейшее, вот такая вот начиночка. Это куриные. Мой рецепт.